В Британии ввели наказание за кражу гальки с пляжа. В Финляндии соревновались в игре на воображаемой гитаре. Обо всем этом прямо сейчас. Секретный тоннель для контрабанды наркотиков из Мексики обнаружили власти США. Коридор соединял частный мексиканский дум и заброшенный ресторан KFC в американском штате Аризона. Вход был спрятан за кроватью в спальне. Длина подземного прохода около 180 метров и пролегал он на глубине 6,5 метров. В последнее время американская полиция фиксирует увеличение количества подземных тоннелей для переправки наркотиков через границу. Придум, что обустройство подобного канала обходится в сотни тысяч долларов. Знаменитый французский актер Винсан Кассель женился на 21-летней модели Тинни Кунаки. Кассель на 30 лет старше своей избранницы. Свадебная церемония прошла вкануне Бидарт на юго-западе Франции. Среди гостей были замечены режиссер Жилли Луж, актрисы Лайла Бехти и Адель Экзаркополус, а также олимпийский чемпион по плаванию Флоран Маноду. Кассель начал встречаться с моделью еще три года назад. За несколько лет до их встречи Винсан расстался с итальянской актрисой Моникой Белуччи. В британском графстве Корнуол ввели наказание за кражу гальки с местных пляжей. Места там живописные и тысячи туристов берут камешки на память. Однако местный совет, которому принадлежат 57 пляжей, графство бьет тревогу. Дискать такая практика может привести к эрозии побережья. Один путешественник уже был вынужден проехать сотни километров, чтобы вернуть на пляж украденные камешки. В противном случае ему грозил штраф тысяча фунтов стерлингов. В один из отелей американского штата Колорадо наведался медведь. Произошло это рано утром. В холле гостиницы находились только сотрудники, которые записали на видео визит непрошенного гостя. Косолапый никого не тронул, побродил по холлу, вылез на стол, а после удалился во свояси. Администрация отеля разместила видео в Фейсбуке, уточнив, что это единственный случай, когда они позволили посетителю взобраться на стол. За сутки видео посмотрели более 700 тысяч пользователей. Китайцам пришлось выдавать себя за вьетнамцев, чтобы посмотреть любимый сериал «Тайный дворца Яньцы». Лента повествует о временах правления династии Цин. Первые 56 серий можно было посмотреть бесплатно на китайских ресурсах. А вот за последние эпизоды просили заплатить. Недостающие серии находчивые зрители обнаружили на одном из вьетнамских каналов. Но чтобы их посмотреть, нужно было подтвердить вьетнамское гражданство, а также признать, что спорные Парасельские острова принадлежат Вьетнаму. В Финляндии прошел чемпионат по игре на воображаемой гитаре. В этот раз в финале необычного состязания соревновались 15 участников со всего мира. Утверждают, для них, помимо любви к музыке, это еще и возможность поддержать себя в отличной физической форме. Победу одержала участница из Японии. Она начала свое выступление в образе скромной домработницы, которая под звуки музыки перевоплотилась в гитаристку хэви-метал. В качестве приза получила настоящую гитару.